Собрать и организовать такую толпу неугомонных школьников дело непростое. Но чего не сделаешь ради оздоровления детей. Ребята из городских пришкольных лагерей дневного пребывания долго готовились к этому мероприятию. На сегодняшний день в городе работает 37 спортивных площадок, которые расположены в разных концах города. Для того, чтобы дети, те, которые остались в городе, не уехали на дачу, не уехали с родителями отдыхать, имели возможность оздоравливаться. Самые сильные, смелые и ловкие состязались в четырех видах спорта. В эстафетном беге на 60 метров, прыжках в длину, поднимание туловища из положения лежа и метание мяча. Несмотря на остроту соперничества, атмосфера была дружеской, чего и добивались организаторы соревнований. Команду свою не подвела? Думаю, не очень. Надеюсь, что ваша команда победит? Да. Мы выиграем. Любой третий мест уже будет хорошо. Нет, первая будет точно наша. Но главное, считают мальтишки, в любом случае победит дружба. Хорошее настроение и, конечно, выиграет здоровье. Так и в традиционных стартах среди воспитанников пришкольных лагерей и спортивных площадках в этом году смогут принять участие более 2,5 тысяч детей. Ведь такие соревнования между дворовыми командами проходят два раза в месяц. В их основе нормативы ГТЗО. Президентом России принято решение о том, чтобы внедрить ГТО, но пока сегодня еще действует ГТЗО, для того, чтобы все жители нашей России, нашей области, нашего города имели возможность испытать свои силы, свою ловкость, свое умение. И вот для этого вновь возобновляется работа этот комплекс ГТЗО. Спорт нужен в жизни? Конечно. Зачем? Ну, быть здоровыми, сильными. Дворовые спортивные отряды и пришкольные лагеря пользуются большой популярностью у юных ленинск-кузнечан. И спортивные развлечения далеко не единственные, чем они занимаются в лагерях. Развивающие игры, общение и еще много чего интересного. Субтитры создавал DimaTorzok